Республика Мордовия Евгений Дикапойцев родился 2 декабря 1921 года в городе Ордатове, сейчас Республика Мордовия. Хотя, по официальной версии, долгое время считалось, что он родился в селе Тройского, в Найского района Хабаровского края. Такой вариант появился из-за того, что семья его была раскулачена и выслана на Дальний Восток в качестве спецпереселенцев. Сохранились архивные документы, в котором Дикапойцев Александр Павлович, отец Евгения, вылежит раскулачивание по судению Капкула. Торговец. Имел в собственной земле 50 сетей. Одну лошадь, две коровы, полотенку, салатопы, крупный торговец, кожтоварный, забыл 16 тысяч рублей, имел одного работника и 5 человек сезонных. Такой герой Советского Союза не должен быть в силу раскулачивания, но биография Сибири Дикапойцева была несколько изменена. В расточенном бою 16 и 17 октября 1943 года Дикапойцев двое суток не отходил от линии связи, пропущейся от беспрерывного обстрела противника. Связь со штабом полка, оставшись пока на левом берегу, часто прерывалась, хотя связисты, стараясь платировать ее непрерывно, делали порой невозможное. Нитку, так называли провода, через метр, но старший сержант в линии Дикапойцев со своими товарищами. Они тщательно подготовились к форсированию, продумали все детали, повертываясь от лодяных столбов, связи с полужием, приближаясь к противоположному берегу, когда от близкого разрыва перевернулась лодка. Катушка с капелем ушла на дно. Как быть? Евгению потреблялись считанные секунды, чтобы принять решение. Он тут же бросился в мутную воду. Но он нырнул раз, другой, наконец, оказался на поверхности с ценным грузом и потянул нитку дальше. Одно, что порыв под огнем устранял Дикапойцев и на берегу. Фашистам так и не удалось на долгое время лишить нас связи. При очередном обрыве Женя снова ушел на линию. Связь восстановил, но не вернулся. На поиск моего товарища отправился Анатолий Жуков. Вскоре он и обнаружил распростертое тело своего друга. В зубах Дикапойцева были зажаты концы провода. Так, 17 октября 1943 года, отважный связист Дикапойцев зажал концы кабеля зубами, чем обеспечил связь даже после своей смерти. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержант Дикапойцев Евгений Александрович, командир отделения связи, удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Похоронен герой на братском кладбище в селе Розянском Кобелевского района Полтавской области. Его имя носит улица в Хабаровске и в селе Вельзимском Хабаровского края. На здании школы педагогического института, где учился Дикапойцев, установлены мемориальные доски. При одной из школ в Комсомольске на Амуре создан музей о его боевом пути. Свет и чтим память героя-земляка на его малой розине. На Аллее Славы установлен бюст Героя Советского Союза Евгения Александровича Дикапойцева. Памятная плита, одна из новых улиц, носит фамилию уроженца города Ордатов Дикапойцева. Продолжение следует...